За последние годы в Сочи количество ветхого и аварийного жилья значительно уменьшилось. В этом направлении администрация города ведет плановую работу. Несмотря на это, ветхие строения барачного типа еще встречаются и даже в центре города. Например, 32-й дом по улице Воровского. Полуразрушенный фасад, гнилой пол, стены с трещинами. В свое время был подписан договор с инвестором на расселение жильцов. Получить новые квартиры должны были как жильцы приватизированных, так и муниципальных квартир. Что, собственно, и было сделано. Но некоторые остались, полагая, что им положено больше квадратных метров, чем у них имеется. А это, в свою очередь, противоречит федеральному закону. Соответственно, за жилищным кодексом граждане, чьё жилье признано непригодным, мы изымаем имущество и предоставляем равнозначные помещения. То есть, независимо от количества проживающих людей, то есть, а из той квадратуры, которая сегодня у людей была представлена и представляется новая, соответственно, на такой же площади. При этом они не лишаются права на улучшение своих жилищных условий. В случае, если граждане нуждаются в улучшении жилищных условий, они могут стоять также на очередь в улучшении жилищных условий и стоять в очереди на улучшении. В связи с тем, что переселение жильцов дома должно было пройти за счёт инвестора, дом в программу по ликвидации ветхого жилья не вошёл. Всё это время мать-одиночка Анна Ткачёва надеется на переселение. Жилье у него муниципальное, поэтому помощи женщина ждёт от города. Глава Сочи пригласил её на приём и лично занялся этим вопросом. Анатолий Пахомов подчеркнул, муниципальное жильё у города благодаря олимпийскому строительству есть, и его можно передавать нуждающимся в рамках российского законодательства. У нас есть на сегодняшний день квартиры в Воскосадке, муниципальные квартиры. И есть у нас на трудовой славы. Это центральный район, трудовая слава, это КСН. Там у нас есть квартиры в доме. Предложенная муниципалитетом квартира Ткачёва устроила. И она согласна подписать мировое соглашение в суде, которое позволит ей получить долгожданное жильё. Долгие годы не могли решить жилищный вопрос. Мы жили в центре города, старый разваливающийся дом. Мы не могли никак получить квартиру. И вот сейчас мы в этом свете встречались с Анатолием Николаевичем, и он успешно нам помог решить эту проблему. Что же касается остальных жильцов 32-го дома по улице Воровского, то некоторые из них уже живут в новых квартирах. С теми же, кто остался, работа по переселению будет продолжаться. В том числе и за счёт инвестора, который не отказывается от своих обязательств. А те жильцы, которые прописали у своей квартиры новых людей, должны понять, что спекулировать и выбивать больше квадратных метров, чем имеется, уже не получится. Закон запрещает. Всем оставшимся в этом доме необходимо это учитывать и принимать соответствующее решение. Нами сейчас также прорабатывается вопрос о том, чтобы либо завершить это расселение из данного дома всех оставшихся граждан, в том числе за счёт инвестора, который мы провели предварительные переговоры, пока не отказываются от расселения. В этом направлении мы пока работаем. И я думаю, это первый шаг к расселению этого дома. Наша задача, чтобы в этом году постараться максимально, чтобы этот дом был расселён. Несмотря на то, что сам механизм передачи квартир не так-то просто, занимает много времени, на курорте уже есть положительные результаты. Только за 2013 год новые квартиры получили 660 человек, а это 123 семьи. Всего же до 2016 года новоселье должны отметить ещё около тысячи сочинцев.